В Беларуси на сегодня зарегистрировано 152 453 случая COVID-19. Темпы роста заболеваемости до сих пор остаются высокими. В период непростой эпидемической ситуации ответственность за здоровье лежит на каждом из нас. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, люди используют несколько эффективных мер – социальную дистанцию, масочный режим, а также ношение масок и перчаток в местах массового скопления людей. Наши корреспонденты поговорили с главным санитарным врачом Бреста и Брестского района Геннадием Радченко и узнали, когда ждать плато по заболеваемости COVID-19 и нужно ли соблюдать правила тем, кто уже переболел вирусной инфекцией. Геннадий Иванович, скажите, какие темпы роста заболеваний сейчас? В настоящее время в городе Бресте и Брестском районе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекции, но темпы роста постепенно снижаются, и мы надеемся, что в ближайшее время мы должны выйти на плату, которая по прогнозам Минздрава будет где-то около месяца длиться. Второй подъем заболеваемости, интенсивность эпид-процесса где-то в два раза по заболеваемости выше, чем в первую волну. Болеет в основном трудоспособное население, где-то 71% составляет, ну 19% лица пенсионного возраста и процентов 10 дети. Дети, как правило, переносят бессимптомную форму, выявляются, как правило, при обследовании как контактные или при поступлении в больницу, еще в санатории и так далее. Но дети опасно в плане как источник заражения, поэтому необходимо ограничить контакты с пожилым населением, с бабушками, с дедушками, особенно сейчас, когда предстоят новогодние праздники, ну и вообще по возможности дистанционно общаться с пожилым населением, то есть помочь закупить продукты, лекарства, передать, ну поменьше общаться. Введение масочного режима и других профилактических ограничительных мероприятий, какой оказали эффект в предотвращении распространения COVID-19? Мы понимаем, что люди прониклись этой проблемой, то есть сегодня везде мы видим людей в масках, не так, как до введения масочного режима. Само собой не посещать массовые мероприятия, места скопления людей, те же магазины, торговые центры стараться посещать в то время, когда не такое интенсивное их заполнение. Лучше продукты закупать один раз в неделю и потом где-то какие-то докупать, то есть поменьше посещать объекты, места скопления людей, как я уже сказал, использовать маску, перчатки, дистанцироваться. На улице не обязательно использовать маску, но если отсутствуют условия для дистанцирования, то тоже рекомендуется. Совсем скоро наступят новогодние праздники, елки, корпоративы, детские утренники. Праздников много, хочется проникнуться настроением, хочется поздравлять близких, но на мой взгляд это весьма опасно. Как вести себя в этот период, что предполагается в Бресте в плане ограничений? По детям мы предложили в органы образования, культуры, чтобы не проводить мероприятия на городском районном уровне, мероприятия с участием детей из разных школ. То есть мы предлагаем проводить мероприятия в учреждениях образования, в детских садах по группам, в школе для начальных классов по классам, без участия родителей, но и с соблюдением всех мер. Если это музыкальный или актовый зал, то чтобы был промежуток для проветривания, дезинфекции, проведения других мероприятий. По взрослым мы тоже настоятельно рекомендуем, чтобы руководители предприятий, организации воздержались от проведения массовых мероприятий торжественных, особенно если это не на улице, если отсутствуют условия дистанцирования. И тоже настоятельно не рекомендуем проводить корпоративные мероприятия в увеселительных заведениях, организациях общественного питания, на агроусадьбах и так далее. Продолжение следует...